всем привет рада быть на связи и моя стандартная фраза мы ждем пока все подключатся как дела у всех мы сейчас находимся на праздновании об шарниша празднование первой стрижки мальчика как известно нам всем до трех лет в еврейских семьях мальчишек не стригут и только в три года происходит первая стрижка так вот мы сейчас находимся на этом праздновании но у нас с вами встреча эфир здесь поэтому я его не пропускала и нашу сегодняшнюю встречу я вижу уже народ подтянулся всем привет привет я скучала за вами всеми привет светлана елена всем шалом шалом и сегодня мы с вами уже отпраздновали суккот шмини ацерет симхат тора мы получили нашу тору наконец-то и теперь нам осталось с ней жить весь год до прихода машеха дай бог что в этом году он придет и я сегодня хотела поговорить по поводу того что еврейский народ это народ книги это народ который живет по традициям торы вместе с торой и я хочу начать нашу с вами встречу с небольшого рассказа как однажды римский император запретил своему народу не своему народу запретил еврейскому народу изучать тору и все что с ней связано и был такой праведник рабе акива который продолжал все равно изучать тору подпольно у себя дома и его сосед который которого звали папас он очень очень переживал за нашего рабе киева и постоянно они у него спрашивал рабе киева ты что не слышал законы ты знаешь что тебя за это могут убить акива ты знаешь что за то что ты сейчас тут сидишь и учишь тору тебя в общем постоянно он это им уговорил и потом он уже не выдержал и он говорит ему почему ты ее учишь зачем ты учишь свою тору тебя же могут убить и тогда рабе акива привел ему шикарную историю пример он ему сказал послушай однажды леса подошла к озеру и увидела что рыбы в этом озере вот так вот метятся туда-сюда туда-сюда нет им покоя и она им говорит облизывается конечно и говорит рыбы а что происходит что вы так мечетесь что вообще кто кто вас обижает что случилось и рыбы говорят у нас тут в воде везде проставляли сети эти рыбаки они нас хотят поймать мы скоро умрем и скоро умрем и вот так мечется мечется и тогда лиса она хитрая догадливая она тогда им говорит так если вы скоро умрете может вы выйдите сюда на сушу давайте я вас по вытащу помогу вам здесь на суше вас никто не поймает а рыбы говорят ты знаешь когда мы находимся в воде у нас есть шанс нас либо поймают либо не поймают но мы еще будем жить а когда мы выберемся наружу то все мы жить не сможем нету этого и еще тору нашу сравнивают с водой когда еврей находится в торе в воде как рыба в воде то тогда он может нормально функционировать и он будет существовать и жить сто процентов поэтому если мы хотим нормально функционировать нормально действовать то нужно быть в воде нужно быть вместе с торой вот поэтому на этом мы нашу встречу заканчиваем надеюсь здесь вывод ясен и понятие нужно быть всегда в своей среде в своей воде вместе с торой вперед в этот наш год с хорошими позитивными мыслями вот спасибо нам всем за эту встречу за этот эфир спасибо воикра спасибо всем вам и вот всех обнимаю всех люблю пока пока пока